Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики. Крестонос, Панама. Мистер Трэвис! Надеюсь, это что-то важное. Вы знаете, что... Сочту за честь, мистер Ти. О, да. Подъем, сучки! Собирайтесь, звонил босс. Нам выпал шанс убить легенду. Часть вторая. Фабрика смерти. Вы входите в исследовательский центр Декстер Индеструс, где ведущие научные умы и высокие технологии делают невозможное возможным. Декстер Индеструс здесь творят чудеса. Всем привет, друзья, с вами я, Женек. И сегодня мы продолжаем играть в игру Hitman Absolusion. Мы продолжаем ее проходить, и сегодня мы проходим задание Фабрика Смерти. Ёлки-палки. Они тут мины штампуют просто пачками. Действительно, Фабрика Смерти, ничего не скажешь. На самом деле. Нам, я так понимаю, сюда. Заполучите украденные материалы. Хорошо. Я думаю, это сделать будет несложно, особенно с моим стилем прохождения. Ключ-карта. Ха-ха. Нормально. Вы меня не испугайте. Я знаю свои права. Вы, вся эта компания, вам конец, слышите? Я сомневаюсь, что его права ему помогут в данной ситуации. Так, ладно, пойдемте разблокируем дверь. Это будет несложно. И аккуратненько, видимо, будем выманивать этих уродов как-нибудь из комнаты. Телефон звонит. Алло, это я. Чуваки, кого надо? Ну, я думаю, выманить их будет несложно. Просто включим пожарную тревогу. И потихонечку как-нибудь прокрадемся, отсидимся. Ну, или просто нахер убьем этих двоих. И никаких проблем с этим, я думаю, не возникнет. Вышел только один. Но, это даже к лучшему. Он вышел, я его задушу. Ну, и переоденусь в его форму, чтобы потом особо не палиться. Я, конечно, понимаю, что это лишнее убийство, которое там снимает с тебя какое-то количество бабла. Но, учитывая, что я не пытаюсь проходить прям идеально, а просто хочу пройти игру, то как бы и насрать. Что тут у вас? Чувак, получай в щит с колена. Так, давайте переоденемся, чтобы маскировка моя не была раскрыта. Здравствуй. Ты чё, как себя чувствуешь? Чё это? Материалы доктора Уилсона. Окей. Забираем их. Да, конечно, я решил не обходить, а сделать всё немножко более лёгким путём. Но это, конечно, в моём стиле, как всегда. Открыть двери нам можно только с помощью компьютера. Давайте это и сделаем. Всё, ребят, двери открыты, можно идти. Можно идти и не париться. Вход в центр обнаружен. Всем внимание! Подготовка к тестовому прогулу. Всем покинуть минное поле. До выпуска тестовых объектов 5, 4, 3, 2, 1. Выпускаю! Вот, конечно, скотина. Ликвидируйте доктора Грина. Да с удовольствием. Он испытывает свои ёбаные мины на ни в чём не повинных зверушках. Свинюшках. Я, конечно, понимаю, что свинюшки предназначены для еды по большей части. Но, в конце концов, ну не так же. Испытывал бы он на своих ебанутых охранников. Просто охранников мне не жалко, потому что они говнари. Они охраняют хуеплёта, который хочет уничтожать людей. Он разрабатывает мины, он убивает свинюшек. Но вот свинюшки-то ни в чём не повинны, реально. В чём они провинились перед грёбаным учёным? Удастся ли найти им виновного? Так, что у нас здесь? Опа! Динамитики. Хорошо, я один возьму, может быть, пригодится. Ну, собственно, жена не выносит. Чёртов почтальоновым! Так, давайте полезем по лестнице. Вроде доктор где-то наверху был. Я думаю, это будет логично. И где доктор? Учёный? Или кто он там? Мне надо вниз и... Ой, блядь, доктор, конечно, далековато. Блин, мне надо, короче, воспользоваться компьютером, но я пока что это сделать, видимо, не смогу, потому что меня спалят. Меня спалят просто так. Я болею за аутсайдера. Хорошо, да... Так, этот козёл теперь внизу, да ёб твою мать, да что ж такое? Последний эксперимент доктора Грина с датчиком приближения. Но я пока это активировать не буду, потому что я не хочу спалиться раньше времени. Давайте попробуем всё-таки убить его потише. Так, доктор Грин, наконец-то ты пришёл сюда. Реально, я тебя столько времени ждал. Пойдём. У меня для тебя есть сюрприз. Я приготовил тебе специальный подарок. Ты залез в моё личное пространство. Да ладно. А не пойти бы мне из кабинета твоего, чтобы лишний раз не спалиться. Здесь слишком много народу просто. Давай, отворачивайся, уходи куда-нибудь подальше. Я возьму свою удавочку и просто придушу тебя к чёртовой матери, скотина, блядь. Будешь знать, как убивать свинюшек, собака. Надо избавиться от тела, чтобы получить ещё немножечко очков. Блин, нравится мне вот эта фишка засовывать тела в ящик. Просто в Хитмане 2, Сайлент Ассасин или в первом, вот этой всей фигни не было. И это, конечно, немного утяжеляло процесс. Опа! А все свалили отсюда уже. Отключаем сигнализацию. Система защиты отключена. Найдите дезинфекционную зону. Я даже это с первого раза просчитал. С лицом знакомые. Так, гаечный ключ я с собой возьму. Открыть дверь. Профессионал. Отлично, я на профессионала прошёл данную часть уровня. Вход обнаружен. Замечательно. Найдите вход в башню. Да не вопрос, господи. Я прошёл на перефессионала предыдущую часть уровня, поэтому найти в какой-то вход это говно вообще. Отключите систему защиты. Да не вопрос, ёпта. Ну, чё вы, за кого вы меня принимаете? Отключите то, отключите это. Дайте мне генератор, я просто здесь электричество выключу. Всё. Если есть запасной, я и запасной выключу. Ой. А мне туда нельзя. Странно, почему? Я же вроде охранник. Охранником должно быть можно везде. Душевые. Как дела, братан? Блядь, здесь опять народ, да что ж такое? Ну, будем надеяться, что они меня не спалят. По крайней мере, слишком рано. Эти мудаки вообще на меня даже не смотрят. Им абсолютно насрать, чем я занимаюсь. У них бой. Им наплевать. Систему защиты я отключил, нужно идти дальше. Пока что всё получается на удивление хорошо. И это даже удивительно. Нам надо найти Викторию, естественно. Мы же не просто так сюда пришли. Ооо, да. Вот это, конечно, мощно. Охереть, у них здесь бункер. Просто огромный бункер с различными, я не знаю, опорудованием, с чем угодно. Вы у выхода. Да не вопрос, я найду Викторию и валю отсюда. Господи, как будто я, ёлки-палки, не Хитман. Ну, вы чё реально? Ребят, не знаете, кто озвучивал вот этого доктора, который сейчас разговаривал? Отлично получается имитировать еврейский говор, который, скорее всего, является просто клишейным и стереотипным. Возможно и нет, но у него получается это сделать, конечно, замечательно. Я вот за что люблю озвучку в играх, это за то, что реально актёры озвучки позволяют себе некоторые вольности в плане добавления каких-то акцентов. Я помню, смотрел мультфильм, то ли это был Looney Tunes, то ли это было что-то около того. Всеволод Кузнецов, по-моему, если я не ошибаюсь, он добавлял то Жириновского, то... Я не помню, кого, по-моему, Жириновского точно помню добавлял. Там был такой злой персонаж, который всех хотел убить. И он добавлял Жириновского туда. И это было, конечно, гениально. За что я вот и люблю озвучку в играх, мультфильмах. Это за то, что можно позволить вольности. 7 июня 1986 год. Подопытный Санчес хорошо реагирует на новую версию сыворотки. Его мышечная масса росла на 160% с начала фазы айса. Ну вот, конечно, в плане озвучки Hitman Absolution мне очень нравится. Офигенно озвучено. Реально, со всех сторон. Я что предлагаю? Я предлагаю выключить шокер. Для чего-то, видимо, это нам понадобится. Я полагаю, что сюда придет кто-то. Возможно, кто-то из этих докторов. И я просто переоденусь. Я убью его шокером. Как-то оттащу, я не знаю, переоденусь. И все будет четко. Может быть, просто ниже в форме охранника и не проберешься. Я не знаю. Нихера не происходит. Пора идти отсюда. По-моему, шокер я отключал просто потому что. Просто потому что ничего. Подожди. А, не-не-не, подожди-ка, шокер. Я отключал не зря. В моей голове, видимо, что-то щелкнуло. Примерно как тумблер этого шокера. Сюда идет гребаный ученышка, которого мне надо завалить. Прям через дверь идет. Раймонд Валентайн. Валентайн, ты это... Как тебя убивать-то? Ты через двери ходишь. Ты ебаное привидение, видимо, уже. Тебя даже убивать не надо. Что ты там делаешь? Не включай. А хотя нет, включай. Чувак, ты включай, включай. Подойдешь поближе, тебя просто пизданет, и ты помрешь. Хотя, ладно, придется самому включать. Но я думаю, пока никто не видит. Мы это сделаем. Тихонечко. Оп. Бздынь, нахуй. Раймонд Паулс, дай мне хаос. Ликвидирован, доктор Валентайн. Это было несложно. Это было реально довольно несложно. Потому что он долбоёб. Не проверил. Хорошо не проверил техническое состояние данного аппарата. И полез. А кто виноват? Я не виноват. Я вообще охранник. Да, я как бы... В этом вообще ничего не понимаю. А он сам не проверил технику. Долбоёб. Можно двигать. Понял. У меня уже все спочек. Ладно, идем на нижние уровни. Здесь еще один есть докторишка, которого надо завалить. Вот, собственно, и он. Он был в этом кабинете, соответственно, завалить его, наверное, надо как-нибудь тоже в этом кабинете. Зубосверлильный аппарат. Видимо, этим аппаратом можно просверлить ему бошку. Будем ждать, пока он сюда придет. О, ребят. Не знаю, я уже сколько времени тут шароёблюсь. Он все не идет и не идет, и не идет, и не идет тот кабинет. Че это? Закрыть клапаны. Вроде никто не палит, можно и клапаны перекрыть. Дым будет развеян через 30 секунд. Я нашел, кстати, шприц. Дым развеян будет через 30 секунд. У меня есть время, чтобы завалить этого говноря. В принципе, охрана ничего не видит. Надо как-нибудь аккуратно проследить за тем, что он делает. Хуяк! А теперь бежим отсюда. Я его знаю. Стоит на работе, либо кто-то сильно пострадал. У человека шприц в голове торчит. Какой спит на работе? Как можно уснуть со шприцом в голове? По-моему, сон в этот момент будет немного труднодоступен. У этих мудаков началась паника. Они уже бегают, бесятся, ничего не понимают. Че же произошло? А я тем временем опускаю мост и иду спасать девчонку. Как ее там звали? Виктория, да? У меня плохая память на имена. Я забываю постоянно. Так, че нам надо делать? Здесь есть щитки, которыми воспользоваться нельзя. Включить дневник. Дневник я включил. Теперь можно, видимо, диверсануть. Окей, не вопрос. На первый взгляд, субъект обычная девочка-подросток. И, видимо, все. А, выполните цели миссии, прежде чем уйти. Я выполнил. Ага, нормально. Исследования уничтожены. Все, чуваки. Мы нагнули этих уродов. Мы отменили им все исследования. Все нахер уничтожили. Прошли на тень. И мы победили. Мы прошли этот уровень. И, в общем-то, с вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментийте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok